Зона 51.com Осенний привет вам, дорогие зрители, в 182-м выпуске игрового дайджеста Game News Weekend от XGames Game TV. Новая неделя – новый повод подбодрить вас информацией из широт игровой индустрии. Бодрящих новостей на этой неделе было достаточно много. Вот, к примеру, кое-какие детали о Watch Dogs 2, Titanfall 2, новые ремастированные Call of Duty, Firewatch и многом другом. И, как всегда, наш краткий анонс главных новостей расскажет больше. Подробности мультиплеера Call of Duty Infinite Warfare и Call of Duty Modern Warfare Remastered. Дата выхода и подробности первого дополнения Deus Ex Mankind Divided. Новые детали экшена Watch Dogs 2. Знакомство с титанами в Titanfall 2. Финансовый отчет CD Projekt Red. Activision представила новый трейлер многопользовательского режима Call of Duty Infinite Warfare, а также сообщила дату начала бета-тестирования. Опробовать динамичный мультиплеер изначально смогут пользователи на PlayStation 4, которые оформили предварительный заказ на шутер. Начнутся сетевые перестрелки 14 октября. Мультиплеер Call of Duty Infinite Warfare предложит любителям сетевых сражений совершенно новую систему снаряжения, ядерные удары за килл-страйки, сотни видов оружия, невиданную прежде высокотехнологичную экипировку и уникальные прототипы будущего. Разработчики также обещают более глубокую боевую кастомизацию, продуманный дизайн карт и динамичную систему перемещения по локациям, а также широкие возможности кастомизации создаваемых матчей. Кроме этого, разработчики сообщили, что в Call of Duty Modern Warfare Remastered будут доступны не 10, а все 16 многопользовательских карт. 10 войдут в релизную версию, а еще 6 будут добавлены до конца года. Специально для игроков на PlayStation 4 будет выпущен игровой режим Jackal Assault, разработанный для шлема виртуальной реальности PlayStation VR. Доплачивать за него не придется, так что если вы покупаете Call of Duty Infinite Warfare и у вас будет шлем виртуальной реальности от Sony, можете смело рассчитывать на виртуальную реальность за штурвалом футуристического истребителя Jackal. Компания Square Enix сообщила, что первое сюжетное дополнение для приключенческого боевика Deus Ex Mankind Divided поступит в продажу на PC, PlayStation 4 и Xbox One уже 23 сентября этого года. Оно входит в состав комплекта дополнений Season Pass. Само собой, его можно приобрести отдельно. Дополнение называется System Rift. В нем Адам Дженсен будет работать со своим старым знакомым Фрэнком Причардом, который возглавлял отдел кибербезопасности корпорации Serif Industries. Пути Дженсена и Причарда пересекались в Deus Ex Human Revolution. В этот раз Адам постарается помочь бывшему коллеге, желающему заполучить информацию о таинственной организации Senti Group. Для этого Причарду надо получить доступ к одной из самых охраняемых баз данных. Дженсен соглашается помочь другу, поскольку надеется разузнать что-нибудь об иллюминатах. Второе сюжетное дополнение для Deus Ex Mankind Divided под названием A Criminal Past ожидается в начале 2017 года. А подробности будут позже. Компания Ubisoft представила ролик игрового процесса Watch Dogs 2. В видео протагонист игры Маркус Холуэй исследует окружающий мир, а один из разработчиков проекта комментирует действия героя. Хакер сможет обновлять свой гардероб. В игре представлено огромное количество вещей. Делать селфи на фоне достопримечательностей и тем самым привлекать больше фолловеров. Кроме того, он начнет использовать разные гаджеты, чтобы получить информацию или доступ к чему-то, оставаясь незамеченным. Также авторы показали прохождение одной из кооперативных миссий. Например, с помощью дрона можно отвлечь противника, в то время как другой игрок незаметно его нейтрализует. Командная работа очень важна при выполнении подобных заданий. Пока один занимается взломом, второй может продумать план отступления и установить ловушки для врагов. Напомним, что Watch Dogs 2 выйдет 15 ноября на PC, PlayStation 4 и Xbox One. Electronic Arts и студия Respawn Entertainment представили новый ролик шутера Titanfall 2, в котором разработчики знакомят нас с Титанами. Всего в игре их будет шесть. Легион вооружен большим многоствольным пулеметом, Ронин орудует огромным мечом, Нордстар способен парить в воздухе, и он расщепляет врагов на атомы с помощью лазерной установки. Гигант Скорч наносит врагам урон тепловой волной, а Тон выпускает в противника множество самонаводящихся ракет. Первым в очереди стал Легион. Основное оружие Титана – пушка-хищника, представляющая собой огромный мини-ган с двумя режимами работы. Если в первом нет ничего оригинального – наводись и стреляй, то при переключении на второй – от игрока требуется лишь прицелиться, а всё остальное за него сделает оружие. Для защиты пользователи будут использовать оружейный щит, он может быть активен при стрельбе, но защищает только фронтальную часть Титана. Ещё игроки смогут нанести противнику сокрушительный урон мощным выстрелом, и, наконец, гигант может провести эффектное добивание раненого врага. Игра выйдет 28 октября на PC, PlayStation 4 и Xbox One. CD Projekt Red опубликовала свой финансовый отчёт за первое полугодие. Всего за шесть месяцев студия заработала около 83 миллионов долларов, 35 миллионов из которых составили чистую прибыль. За неимением крупных проектов в этот период выручка разработчиков существенно сократилась по сравнению с прошлым годом. Тогда цифры были почти в два раза больше – 133 миллиона долларов и 61 миллион долларов соответственно. В то же время цифровой сервис GOG.com, который принадлежит польской студии, показал прекрасные результаты и даже установил новый рекорд, заработав 17,9 миллионов долларов. Этому способствовал выход заключительного сюжетного дополнения «Кровь и вино для Ведьмака 3». А впереди у CD Projekt Red ещё один релиз – карточная игра Gwen The Witcher Card Game. Закрытое бета-тестирование проекта начнётся 25 октября, также в разработке Cyberpunk 2077, о которой студия пока молчит. Коротко о главном. Юбисофт объявила, что скоро закроет две свои условно-бесплатные игры. Речь идёт о том, Клэнсис Ghost Recon Phantoms и The Mighty Quest for Epic Loot. Поддержка тактического экшена Ghost Recon Phantoms прекратится 1 декабря, до тех пор в игру ещё можно будет сыграть. Внутри игровой магазин также будет доступен всё это время, но купить игровую валюту Ghost Coins уже не выйдет. Что касается ролевой игры The Mighty Quest for Epic Loot, то её сервера перестанут работать 25 октября, а вот внутриигровые магазины уже все закрыли. Ghost Recon Phantoms стала доступна в 2012 году, а The Mighty Quest for Epic Loot появился в Steam в начале прошлого года. По словам представителей Юбисофт, эти игры были не очень успешны, поэтому компания решила закрыть их и сосредоточиться на других. Команда Xbox объявила, что игра Forza Horizon 3, выход которой намечен на 27 сентября, отправлена в печать. Разработчики опубликовали системные требования к игре для компьютеров на базе Windows 10. Рекомендованная конфигурация PC для Forza Horizon 3 у вас на экранах. Любители автогонок смогут управлять самым известным во вселенном Halo наземным транспортом M12S Warhawk TST. Бесплатный доступ к автомобилю в день релиза получат все, кто играл в Halo 5 Guardians или Halo The Master Chief Collection на Xbox One. Остальные смогут получить автомобиль благодаря участию в мероприятии ForzaTone, которое состоится в октябре. Студия Crystal Dynamics решила опубликовать ролик демо-версии Rise of the Tomb Raider 20 Year Celebration. Кроме прохождения основной кампании, авторы показали геймплей дополнения Кровные Узы, в котором Мисс Крофт должна разгадать тайну фамильного особняка. Не обошлось и без демонстрации игрового процесса нового режима Кошмар Лары, в котором игрокам предстоит отбиваться от зомби. Напомним, что издание Rise of the Tomb Raider 20 Year Celebration выйдет на PlayStation 4 11 октября. Студия IO Interactive объявила дату выхода полного первого сезона Hitman на физических носителях. Специальное издание Day One Steelbook Edition на PC, PlayStation 4 и Xbox One появится на прилавках магазинов 31 января. Оно будет включать в себя пролог и все шесть эпизодов, три бонусные миссии, саундтрек, набор Requiem Blood Money Pack, документальный фильм о создании игры. Это результат нашего развития и прямой связи с игроками. Специально для тех, кто хочет купить дисковое издание, мы сделали стальной кейс высокого качества. Также мы подготовили много бонусного контента, как для будущих владельцев дисков, так и для обладателей цифровых копий, сообщила студия. Warner Bros. объявила окончательную дату выхода файтинга Mortal Kombat XL на PC. Игра будет доступна в сервисе Steam 4 октября. Переносом этой версии проекта занимается Кулок. Помимо игры и ранее выпущенного набора персонажей из кино, игроки получат Combat Pack 2. Он включает в себя таких героев, как Чужой, Кожаное Лицо, Бор Айчо и Триборг. Владельцы Mortal Kombat X в этот день смогут загрузить бесплатный патч, который обновит игровой баланс и подарит игрокам улучшенный сетевой опыт. Скорее всего, набор Combat Pack 2 можно будет приобрести отдельно. Издательство Devolver Digital объявило, что экшен Shadow Warrior 2 выйдет на PC уже в следующем месяце. Игра будет доступна в сервисах Steam и GOG 13 октября. А те, кто оформит предзаказ, получат в подарок убойную катану-бензопилу. Релиз проекта на современных консолях состоится не раньше начала следующего года. Действие Shadow Warrior 2 происходит спустя пять лет после событий первой части. Главному герою предстоит столкнуться с ордами демонов, которые вторглись на землю из другого измерения. Мы считаем, что наша маленькая студия сделала что-то особенное с Shadow Warrior 2. И надеемся, что игра понравится как поклонникам старых шутеров, так и тем, кому по душе современный FPS, рассказали разработчики. Студия Remedy Entertainment объявила, что экшен Quantum Break появится в Steam на две недели позже запланированного. Разработчикам не хватило времени для производства и сборки издания Quantum Break Timeless Collectors Edition, которое также попадет на полки розничных магазинов 29 сентября. В зависимости от региона, цена Quantum Break Timeless Collectors Edition составит 39,99 долларов или евро. Помимо самой игры на пяти дисках и ключа для активации в Steam, в комплект поставки войдет специальная упаковка, блю-рей с материалами по созданию игры, книга с иллюстрациями, официальный саундтрек на диске и двусторонний постер формата А3. Представитель компании EA Питер Мур заявил, что компания вряд ли выпустит переиздание трилогии Mass Effect. Она полагает, что ремастеры могут отвлечь пользователей от новой части серии Mass Effect Andromeda. Издательство EA, по словам Мура, не намеревается заниматься переизданием старых игр. Вместо этого компания предпочитает идти вперед. Ранее другой представитель EA Патрик Содерлунд не исключил возможности появления переиздания Mass Effect. Можем ли мы заработать легких денег, выпустив ремастеры Mass Effect? Да. Просят ли нас об этом тысячи людей? Да, просят, но мы хотим идти вперед. Есть одна маленькая деталь под названием Mass Effect Andromeda, на которой сейчас полностью сконцентрированы разработчики из Bioware. Это будет великолепная игра, сказал Питер Мур. Компания Campo Santa объявила о том, что приключенческая игра Firewatch выйдет на Xbox One, а состоится это 21 сентября. В тот же день будет выпущен бесплатный апдейт игры на PC и PlayStation 4. Обновление добавит новый режим Commentary, в котором через находимые в игре аудиозаписи и визуальные материалы пользователи узнают от разработчиков о создании проекта, причинах принятия тех или иных решений и многое другое. Кроме этого, Campo Santa во время PAX West представила свободный режим игры, который позволит исследовать мир и найти скрытые секреты. Его релиз состоится 21 сентября на Xbox One, а на остальных платформах спустя несколько недель. Студия Polyphony Digital решила отложить релиз автомобильного симулятора Gran Turismo Sport до 2017 года. Точная дата выхода игры пока не называется. Ранее игра должна была появиться 16 ноября этого года. Как отметил в официальном блоге PlayStation создатель серии Кадзунори Ямаута, Gran Turismo Sport должен стать одним из самых амбициозных проектов студии. Игра будет использовать новейшие технологии, для реализации которых разработчикам понадобилось больше времени, чем планировалось изначально. Компания не готова идти на компромиссы в вопросах качества, а это значит, что игрокам придется еще немного потерпеть. И на этом 182 выпуск вашего любимого игрового дайджеста GameNews Weekend подходит к завершению. Присоединяйтесь к обсуждению новостей из выпуска в комментариях. И как всегда, по традиции, есть у нас еще одна новость. Шутер Overwatch на выходные с 9 по 12 сентября станет бесплатным. Об этом сообщили представители компании Blizzard. Акция касается только консольных версий проекта. Контент будет доступен в полном объеме. 22 героя, 13 карт и 4 режима. Достигнутый процесс за время сражений при покупке игры вернется на ваш аккаунт. Получить условно бесплатную версию Overwatch легко. Нужно зайти в Xbox Live либо PlayStation Store, найти в магазине Overwatch и выбрать Overwatch Free Weekend. Так что если вы еще не играли, то наверстайте упущенные. И на этой довольно халявной ноте у нас все. Вопрос на засыпку. Играете ли вы в мобоигры по типу Dota 2 и League of Legends? Ждем ваши ответы в комментариях под видео. Новости и другие материалы в текстовом варианте можно найти на нашем сайте по адресу xgamesdefiz.tv.com. Не забывайте подписаться на наш канал и поддерживайте нас большим пальцем вверх. До встречи на X Games Game TV. Смотрите и играйте вместе с нами. При поддержке магазина для геймеров и энтузиастов Zona51.com Субтитры создавал DimaTorzok